Пусть Россия решает, где ей нужны такие профессионалы в Ростове или Магадане. Зеленский уверен, что российские паспорта, дающие по его словам право быть арестованным за мирный протест, понадобятся только желающим заработать или скрыться от украинского правосудия. Одновременно в первом после выборов обращения к Путину, избранный президент Украины пообещал убежище всем, кто готов бороться за свободу. Россия зря тратит время, пытаясь соблазнить украинцев паспортами. Владимир Зеленский отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что вслед за паспортизацией ДНР и ЛНР Москва может упростить получение российского гражданства всем гражданам Украины. Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины. Которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране. Которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие профессионалы. В Ростове или Магадане. Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова и свободные СМИ. Интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не имеет свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забывает о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать новой нефтью, в которую власть России пытаются превратить собственный народ. А есть ли у самих украинцев запрос на упрощенный порядок получения российского гражданства? И готовы ли они переехать в Россию за пенсии или по какому-либо другому поводу? Житер Николаева Григорий Бондаренко российский паспорт получать не хочет. У него большая пенсия, около 11,5 тысяч рублей. Но и стаж почти полвека. У меня стаж огромный. 4,700 у меня сейчас пенсии на наши деньги. По заявлению Путина, конечно, я отношусь отрицательно. Конечно, у нас много найдется таких, которые возьмут и эти паспорта. Общество у нас, конечно, смотрит тарелки. Кабельное, прочее все. Мозги, конечно, забиты. Не только у ваших людей и наших тоже. А так вот, допустим, такие как я, у меня дети в Москве. Можно было сделать упрощение в эту сторону, в ту сторону, допустим, чтобы меньше мороки было. То, что Зеленский заявил, конечно, я поддерживаю. У нас и так общество не очень. Еще начали паспорта, тыкать эти. У нас тяжелая обстановка. Он Порошенко открыл какое-то окно. Может, что-то с Европой так попроще будет. Я был в Европе, хоть на танке, правда, но видел. Люди живут, и нам далеко до них. Мы ленивы сами по себе. Нам бы в Россию, конечно, лучше. Мы же язык учить, там, то да сё. Но, к сожалению, так получилось, что Россия нам сейчас не братья. Мария Николаевна из Кривого Рога. Российский паспорт тоже не нужен. Он говорит, зачем меня это шло на мыло, хотя ее пенсия намного скромнее, около 3,5 тысяч. Я все-таки согласна больше с Зеленским, потому что, как бы сейчас, как бы там ни было, идет конфликт между двумя нашими странами, между двумя браками. Братья Чубы Руць, которые сейчас, ну, в этом нет необходимости. Вы непосредственно хотели бы российский паспорт получить? Он мне не нужен, честно. А вот то, что про пенсии говорят, что будет возможность повыше получать. С российским паспортом в России получается? Лучше там, где нас нет. Я получу, поеду туда, брошу здесь все, сброшу родителей и могу поменять сила на мыло. По поводу пенсии на Украине. Вот сколько вы получаете? Я получаю по третьей группе инвалидности. У меня рабочая группа. У меня 1420 гривен. А в принципе, если не про инвалидность говорить... В зависимости от выработки, то есть, если больше 65 лет, там идут начисления. Моя мама получает 2,5. Плюс вот сейчас перед выбором, и товарищ Порошенко был очень добр, и он за два месяца до выборов поднял пенсию. Каждому дали по 1200 гривен сверху. Одноразово получается за март и за апрель. Если вот получать российский паспорт, а вот в принципе для украинцев было бы это интересно? Для тех, кто ездит на заработки к вам, я думаю, что да. А таких у нас немало. Еще один житель Кривого Рога Александр, наоборот, хочет получить украинское гражданство, поскольку переехал к жене. А к вам, как гражданину Российской Федерации, не было какого-то отношения предвзятого, может быть? А, нет, нет, нет. Во все время я здесь даже украинский язык слышал чистый два раза всего лишь. У вас же это, получается, второе гражданство будет, да, если паспорт... Нет, нет, нет. Будет одно гражданство после этого, украинское. Двойное запрещено, да, на территории Украины? Да, особенно в сегодняшней ситуации, я думаю, вряд ли. Да, а не жалеете... Нет, абсолютно, там задница, извиняюсь, что здесь все одинаково, абсолютно. Киевлянин Александр считает, что решение России раздавать паспорта не своевременное. Я космополит по натуре, я считаю, что паспорта это все, конечно, уже такие анахронизмы в мире интернета и достаточно свободных границ. Конечно, многим это облегчает передвижение. Если бы у меня был, например, второй американский паспорт, я бы тоже не возражал, скажем так. Но, с другой стороны, если говорить с точки зрения государства, конечно, наверное, учитывая те моменты, которые происходят сейчас в отношениях наших стран, это не самый дружеский шаг, мне так кажется. И, наверное, здесь так считает большинство. Не способствует, скажем так, началу разговора. Не сложно комментировать риторику нашего нового президента, но главный посыл, я на самом деле поддерживаю, как большинство украинцев, что мне сейчас это надо делать. А, в принципе, конечно, я думаю, что и как любой россиянин был бы рад, если бы у него был там второй, третий паспорт. Ранее Владимир Путин назвал страшилком и предположение, что предоставление российских паспортов жителям Донбасса дорого обойдется российскому бюджету. Президент также сообщил, что в России думают упростить получение гражданства России всем гражданам Украины. Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать новой нефтью, в которую российские власти пытаются превратить в собственный народ. Зеленский первым после выбора обращения к Путину заявил о готовности к встрече, прокомментировал идею Москвы выдавать украинским гражданам российские паспорта в упрощенном режиме. Мы спросили украинцев, мечтают ли они о нашем гражданстве. Простой, как мы с вами охранники, у него такие же сотрудники отеля в Турецком Бодрым рассказали о Зеленском. Избранный президент Украины, как сообщалось, отвез в Турцию детей на фестиваль «Весело», персонал отеля увидел в Зеленском простого, приятного и весьма симпатичного человека. За шутки отвечает женский квартал и квартал 95. Все развлечения будут проходить в пятизвездном отеле «Луджи Бодрым» в 25 километрах от города. Согласно прайс-листу туркомпании «Сита», турный фестиваль «Весело» обойдется минимум в полторы тысячи евро на человека или около 110 тысяч рублей без авиаперелета. Самые дорогие апартаменты «Луджи Бодрым» – это виллы. Десятиместная президентская именно в ней, как утверждают СМИ, остановился Зеленский, стоит на время фестиваля более 40 тысяч евро или свыше трех миллионов рублей. Для жителей виллы предусмотрен личный бассейн, сауна, сад с барбекю, турецкая баня и прочее. За концерты квартала необходимо платить дополнительно. Стоимость билета от 40 до 350 евро. Турецкие СМИ опубликовали фото Владимира Зеленского с отдыха на курорте в Бодруме. Он жарит шашлыки. Как сообщает Анадалу, Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторана и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле. Отмечается, что в районе гостиницы, объектов, которые посещает Зеленский, были предприняты особые меры безопасности. Корреспондент РИА Новостей пытался отыскать Зеленского в отеле, но удалось пообщаться только с персоналом. Официант одного из ресторанов на вопрос о Зеленском похвастался, что лично доставлял ему завтрак и охарактеризовал украинского президента как очень простого, приятного и весьма симпатичного человека. Такое же мнение об избранном президенте Украины высказал сотрудник безопасности пляжа. Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентах, особенно вип-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился. Такой спокойный, простой и веселый парень. Вернуться из Турции на Украину Зеленский должен был в воскресенье. Миру на Украине нужен новый импульс. Немецкий Бундестаг уже на будущей неделе могут внести новую стратегию по Донбассу, призывающую ввести в регион подразделения полицию ООН для устрашения России. Есть ли перспективы у этой инициативы? Действующий президент Порошенко обещал подписать его до того, как покинет занимаемый пост. Избранный глава государства Зеленский отнесся к этому вопросу сдержанно. Он назвал закон о языке заложником политической риторики. Что будет с документом после инаугурации Зеленского и как к закону языке относятся граждане Украины, в том числе жители Кривого Рога, родины, нового президента страны? Иван Медведев продолжит. Закон гласит, каждый гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком. Для освоения его взрослыми сделают специальные курсы, а детей в школах и студентов в вузах будут изначально учить на украинском. Государственный язык станет также обязательным для всех органов власти и так далее. Как говорят украинские политологи, в проект закона было внесено столько поправок, что сами депутаты в большинстве своем не до конца понимают, за что конкретно они проголосовали. Поправок более двух тысяч. И на это обратил внимание избранный президент Украины. По словам Зеленского, это говорит о том, что в обществе нет единой позиции. Зеленский ранее заявлял, что хотел бы обсудить языковой вопрос с народом. Возможно, посредством интернет-опросов. Голоса явно будут разными. Вот как комментирует ситуацию Елена из Кривого Рога, города, в котором родился Владимир Зеленский. Мне кажется, даже Зеленский этот вопрос не поддержит, потому что он сам разговаривает на русском языке. Я не знаю, как он может это подтвердить. Это просто греть какой-то по поводу этого языка. Мне, например, удобнее назвать на русском. Все мои знакомые от такого же мнения. При этом Елена знает украинский язык. На украинском ей преподавали в школе. Неудобно, говорит она, а смотреть кино даже противно, заключает Елена. Да все уже привыкли, спокойно продолжает еще один наш собеседник, 22-летний житель Николаева Виктор. Имея в виду то, что русскоговорящие украинцы давно оформляют документы на украинском, смотрят фильмы, читают новости, учатся. Так, например, Виктору сложнее было бы поступить в ВУЗ, куда нужно было сдавать украинский как обязательный предмет, не получая он в школе образования на этом же языке. Но перегибы, конечно, случаются, говорит Виктор. У нас много сериалов даже украинцы снимают и на русский язык, и даже вот как у Зеленского «Слуга народа» и все, это же на русском. Но почему-то в последнее время я замечаю, что русские сериалы, таких как «Кухня», там «Этель и Леон», даже «Физрука» пытались переводить на украинский язык. И это вот это бред полный, честное слово. Когда ты смотришь на каком-то канале сериал, который смотрел, и слышишь, что звучит украинское, это уже воспринимается как-то как будто, ну, нефиг делать людям, и они переводят. Я не знаю, зачем это делается. То, что 95-й квартал свой контент делает на русском при квотах на его использование в украинских СМИ, многое говорит об отношении самого Зеленского к языковому вопросу. Еще красноречивее то, что сериалы и шоу студии Зеленского – это успешный бизнес. Значит, аудитория хочет смотреть это на русском. Впрочем, тут же бизнес-подход Зеленского может помочь и напротив, в еще большей украинизации телевидения. Но без громких споров и потрясений. Вот, например, как Зеленский говорил о языковых квотах на ТВ в интервью РБК «Украина» перед вторым туром президентских выборов. Я вам объясню, как человек, который руководит большим телевизионным бизнесом. Если бы вы снизили налоги для всех медиакомпаний, которые долгие годы делали в силу рынка и в силу отношений в СНГ, делали материал на русском языке, если бы вы пришли к ним и сказали «Смотрите, ребята, как бы я ввел квот». Вот у меня два фильма. Фильм, который делается на украинском языке – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке – оставляем налог, какой был. Вы считаете, нужны были бы квоты? Через год те крупные бизнесмены телевизионных беззаконно про квоты, без снова этих палок, будем бить по рукам, перешли бы в основном на украинский язык. И все. Как бы сам избранный президент не относился к закону о языке, с юридической точки зрения просто отменить его после инаугурации он не сможет. Есть вариант оспорить закон в конституционном суде. Есть вариант с внесением поправок. Причем, по словам экспертов, делать это нужно будет руками депутатов. Для президента это было бы слишком рискованно. Винце разумие, эпоки демонструя обережность. Не так уж и трудно нам друг друга понять. В Киеве решили ликвидировать замешанные в коррупции Укроборонпром. Вместо него предполагается новый госорган с расширенными полномочиями, передает ли они новости. Ранее Верховные Раде зарегистрировали законопроект, который включает возможность ликвидации Укроборонпрома, замешанного в недавнем коррупционном скандале с участием приближенных президента Петра Порошенко. Продолжение следует...